Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Привет и добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Это я, ее ведущий, Хермес Фалька-младшим. Сегодня у нас есть для вас новая мощная программа. Мы очень рады быть в ваших домах, на ваших рабочих местах, где бы вы ни были. Я рад, что вы присоединились к нам сегодня. Сегодня я буду говорить об очень важных вещах. Наши чудеса реальны сегодня. Бог все еще творит чудеса и все еще говорит к своему народу сегодня. Я хочу ответить на этот вопрос как на основании Библии, так и на основании опыта. Важно и то, и другое. Я думаю, что многие в церкви сегодня связаны теорией и не переживают Бога на опыте. Но также нельзя настолько увлечься опытом, что вы просто позабудете о Слове Божьем. Слово и опыт идут рука об руку. Бог желает, чтобы его народ был утвержден в Слове Божьем и имел личный опыт с его духом. Потому что Библия не просто историческая книга воспоминаний. Иисус никогда не говорил, что верующие в Него будут читать о деяниях, которые Он совершил. Он говорил так. «Верующие в Меня — дела, которые творю Я, и они будут творить». Поэтому сегодня я хотел бы ответить на этот вопрос для вас. И также мы покажем вам видеофрагменты мощных Божьих чудес в разных странах. Они принесут вам благословение и взрастят вашу веру. Все, что мы показываем в нашей программе, призвано созидать вас, взорвать вашу веру, чтобы вы могли пережить Божие пребывание сегодня. Я прошу вас открыть Библию вместе со мной. Если у вас под рукой сейчас нет Библии, ничего страшного. Я хочу, чтобы вместе мы прочитали отрывок из Писания. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 10 стих. Это слова самого Иисуса. Они написаны красными буквами. Итак, мы прочтем 14 главу. Евангелие от Иоанна, с 10 по 12 стих. «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне, а если не так, то верьте Мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. И больше этих дел сотворит, потому что Я иду к Моему Небесному Отцу. Интересно посмотреть на контекст, в котором Иисус говорит эти слова. «Он говорит о чудесах, об изгнании бесов, о сверхъестественных деяниях». Вот о чем Он. Это совершенно ясно из всей этой главы. То, что Он называет делами, на самом деле это чудеса. «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. То есть Он говорит, что эти дела, эти чудеса, творит Отец. Затем Он говорит нечто потрясающее, потому что многие люди хотят дискредитировать чудеса. И верить в чудеса, по их мнению, это что-то плохое, неправильное, а нужно верить только в Бога, потому что Он Бог. И мы знаем, что Он Бог вовеки. Однако Библия поощряет нас к тому, чтобы мы верили в чудеса. Евангелие — это послание, полное чудес. В Библии так много говорится о чудесах. Если вы начнете читать от бытия до откровения, то вы повсюду увидите чудеса. Если из Библии забрать все чудеса, то мало что останется. В самом деле, потому что Библия — сверхъестественная книга. Вот посмотрите, что Иисус говорит в 11 стихе. «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне». А если не так, то верьте Мне по самим делам. Иначе говоря, «Верьте Мне на основании увиденных вами чудес». Вот о чем Он говорит. И так же Он говорит «Истина, истина, верующая в Меня, дела, которые творю я». И Он также сотворит. Это интересно, потому что Он не сказал, что пасторы сотворят дела сии. Апостолы сотворят дела сии. Или церковь первого века сотворит такие чудеса. Нет, Он не установил срок годности. Он не поставил ограничения. Он сказал просто «Верующие в Меня, дела, которые творю я, будут творить так же». Кто-то скажет «Нет, эти слова были только для апостолов». Лишь апостолы имели власть творить чудеса. Это было только для них. После их смерти все закончилось. Во-первых, если вы читаете книгу «Деяний», вы видите там людей, которые не были апостолами, но они творили чудеса. Я приведу вам два примера. «Стефан». Мы читаем его историю в седьмой главе «Деяний». Библия говорит, что он был мужем, исполненным веры и силы. И он творил чудеса и знамения среди народа. Но читая книгу «Деяний», мы видим, что Стефан не был апостолом. Он не был пастором. Он даже не был евангелистом или учителем. «Стефан был дьяконом». Что делают дьяконы? Пекутся о столах. Они должны были заботиться о столах, заботиться о бедных, вести административную работу в церкви и помогать неимущим. Однако Библия говорит, что несмотря на то, что Стефан был дьяконом, он творил чудеса и знамения среди народа. А как насчет Филиппа? Восьмая глава «Деяний». Библия говорит, что в Самарию пришло пробуждение. Когда туда пришел Филипп? Библия говорит, что хромые начали ходить, бесы выходили из людей, больные исцелялись. И если вы прочтете внимательно, вы увидите, что Филипп не был апостолом, он не был пророком, он был евангелистом. И поэтому мы видим, что даже в первом веке чудеса не были уделом лишь апостолов. И когда мы читаем слова Иисуса, мы не можем сказать, «Все это он говорил лишь к церкви первого века». Это предназначалось лишь для Павла, для Петра, для первых апостолов. Вот и все. На основании чего мы это можем говорить? Было бы неправильно взять слова Иисуса, исказить их, подстроить их под наше представление, по то, как мы это видим. Мы должны читать слова Иисуса в контексте и увидеть, что Он не поставил каких-то временных рамок на то, что Он сказал. А сказал Он, «Верующие в Меня». Вот и все. Если ты верующий, это о тебе. А как насчет 16 главы Евангелия от Марка? «Великое поручение». Быть может, помнится? Он сказал своим ученикам, «У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Здесь Он также не ставил ни временных рамок и не ограничил это какими-то титулами. Он не сказал, «Такие чудеса будут сопровождать апостолов, а вот такие чудеса пророков». Он сказал, «У веровавших же будут сопровождать сии знамения». И я хочу вдохновить вас сегодня. Бог, наш чудный Отец, совершает чудеса ради тех, кто верит, и через тех, кто верит. Это великая привилегия быть сопричастником Евангелия, которая производит изменения. И преобразует жизни. Это доступно и вам, тем, кто нас смотрит сейчас. Люди, которые ездят с нами в миссионерские поездки, возлагают руки на больных и молятся за исцеление. И мы это поощряем, потому что у вас есть власть. Дух Святой живет внутри вас. Это не означает, что каждый человек призван быть телевизионным проповедником или миссионером, но это значит, что чудеса и сила Духа Святого доступны всем, кто верует. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, а вы увидите увлекательную рекламу и также видео, фрагменты чудес. Поэтому оставайтесь с нами до конца программы. Вы услышите удивительные свидетельства, которые взрастят в вашу веру. И по возвращении я буду молиться о вас. Если у вас есть нужда, и вам нужно чудо, нужен прорыв, я хочу молиться о вас и увидеть, как сила Божия высвобождается на вашу жизнь и на вашу семью. Смотрим свидетельства чудес, и затем я буду молиться о вас. Выйдите из зоны комфорта, увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в миссии чудес в Бразилии 2017 с Хермесом Фальком-ладшим и Чарли Шемпом с 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса, спасение, сострадание бедным, а также служение детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. destinyencounters.com Привет, это я, Хермес Фалька-младший. Служение «Расцвет пробуждения». Со мной рядом стоит пастор Анна Мари. Она и ее муж несут прекрасное служение в Антала. Я уже несколько раз служил здесь, и у нас есть прекрасные свидетельства с прошлого года, когда я был здесь. Вот, к примеру, этот джентльмен. Меня зовут Артур. Он расскажет нам, что произошло с его плечом. В 2015 году я обратился к врачу из-за сильной боли в плечах. В 2015 году я обратился к врачу из-за сильной боли в плечах. После осмотра врач обнаружил проблему с моими плечевыми суставами. Они были разорваны. В 2016 году Гермес приехал сюда и молился за мои плечи. И в течение нескольких дней после молитвы оба плеча были полностью исцелены. И с тех пор я могу спокойно шевелить плечами, поднимать руки и делать все, что делал раньше. Слава Господу! Я полностью исцелен. Спасибо, Иисус! Да, слава Господу! Это удивительно. Его плечевые суставы были разорваны. Врачи сделали снимок его плеч и в его суставах. Было множество повреждений. Но сейчас он полностью исцелен. Все его сухожилия абсолютно целые. Мы славим за это Бога. Мы воздаем Иисусу всю славу. Пусть это свидетельство вдохновит всех вас, чтобы вы могли принять свое чудо от Господа. Да благословит вас Бог. Больше боли нет. Какое это было колено, скажите? Оба. Двигайтесь сейчас во имя Иисуса. Начните делать то, что раньше вы не могли. О, слава Господу! Аллилуйя! Ты святой Бог! Ты святой Господь! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Подпрыгните. Еще раз. Давайте. О, слава! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! 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 Аллилуйя, Господь! Слава тебе! Делайте то, что вы не могли делать раньше во имя Иисуса. Какая у вас была проблема? У меня была боль в коленах, в шее и просто по всему телу. Как долго? Три года. Три года. И насколько сильной была боль? Если по шкале от одного, скажем, до десяти, сколько это? Пять. Эта боль вас очень сильно беспокоила? Очень сильно. Вы пришли на служение с болью? Я едва могла ходить. Я была очень слаба. Я еле пришла. А что вы чувствовали во время молитвы? Я чувствовала прикосновение Господа. И сейчас боли больше нет? Нет. Боль ушла. Скажите, кто исцелил вас? Иисус. Как вас зовут? Жаклин, что у вас произошло? Расскажите нам, пожалуйста. У меня было две грыжи. Одна грыжа на пупке. Она очень болела и сильно беспокоила меня. И также одна грыжа была сбоку. Они были большими и заметными, да? Да. Было больно, да? Да, было очень больно. Вы пришли сюда с болью? Да. Что вы почувствовали после молитвы? Сильное облегчение, а потом сами грыжи просто отпали. Прикоснитесь. Грыжи нет? Нет. Сколько они были у вас? Около двух лет, и они увеличивались. Сильная боль? Да, особенно по вечерам. Что вы почувствовали во время этой молитвы? Я почувствовала облегчение, и потом почувствовала, что опухолей больше нет. Прославьте Иисуса. Счастливо? Очень. Поднимите руки и закройте глаза. Давайте сделайте это. Кто исцелил вас? Иисус. Кто еще раз? Выходите. Выходите. Что произошло с вами? Воспаление в позвоночнике. Воспаление в позвоночнике. Это началось шесть месяцев назад. Мне поставили диагноз недавно. И каков был диагноз? Воспаление в спине. Мой позвоночник был смещен. И во время молитвы я почувствовала, как Бог коснулся меня. Сошла Божья сила. Это трудно объяснить. Это Бог. Слава Ему. Я не могла ни выпрямиться как следует, ни согнуться. А теперь я чувствую себя очень хорошо. Ты не могла наклониться. Сделай это сейчас во имя Иисуса. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Господу. Как долго у тебя была эта проблема? Боль началась шесть месяцев назад, и только две недели назад мне поставили диагноз. Ты пришла на служение с болью? Да, с сильной болью. Ты пришла с ожиданием исцеления? Нет, но я получила исцеление. Иисус Милостивый, да? Да. Слава Господу. Что ты чувствовала во время молитвы? Расскажи. Прикосновение Божье. Прикосновение Божье. Надо же. Вознеси руки к небу. Скажи, кто исцелил тебя? Иисус. Дайте Иисусу большие аплодисменты. Спасибо, Отче. Мы послушаем еще одно свидетельство. Я знаю, было много исцелений, но нам нужно продолжать. Что произошло? У меня была травма сухожилия, и во время молитвы травма моя полностью залечилась. Как долго у вас была эта проблема? Около восьми лет. И вы не могли двигать ногой? А как вы получили эту травму? Во время игры в футбол я повредил сухожилие. А какой была боль по шкале от одного до, скажем, десяти? Сколько это было? Думаю, семь. Я ходил прихрамывая все время. Ага, вы прихрамывали. Вы слышали, он хромал. А сейчас пробежитесь. Подпрыгните. И вернитесь ко мне. Аллилуйя. Кто исцелил вас? Иисус. Воздайте Иисусу славу. Теперь я снова могу играть в футбол. Расскажите, что с вами случилось. Я серьезно повредил руку где-то 15 месяцев назад. У меня были повреждены связки. Семь месяцев у меня на руке стоял большой аппарат. И снял я его где-то два месяца назад. Но рука все еще очень сильно болела. Она сильно опухла. И двигать ей было тяжело. Не то что уж что-нибудь делать. Вы пришли на служение с болью, да? Да. Вы помните, я сказал, что Бог прикасается к чьему-то локтю. И что потом произошло с вами? Я пришел с болью. Вы молились за меня. И затем боль ушла прочь. Слава Богу. Сделайте вот так. Боли не чувствуете? Воздайте славу Иисусу. Кто вас исцелил? Иисус. Иисус. И снова здравствуйте. Правда удивительно видеть, как движется Бог? Я так люблю Евангелие, потому что Евангелие — это динамичное послание. Оно не стоит на месте, это не только воспоминание прошлого. Евангелие побуждает вас быть и делать прямо сейчас. Вера — это то, что сейчас. Я хочу вдохновить вас сегодня. Если вам сложно верить Богу, то вам нужно ухватиться за Слово Божие, которое вовеки утверждено на небесах. Оно неизменно. Его нельзя изменить только потому, что кто-то сказал то или иное. Слово невозможно подстроить под ваш личный опыт, но вы можете пережить на личном опыте то, о чем говорит Слово. И, возможно, вы хотели бы, чтобы то, что вы видите в вашей повседневной жизни, совпадало со Словом. Однако вам нужно подстроить под Слово Божие то, что вы видите в жизни. Поэтому, когда вы прочитаете Слово Божие от бытия до откровения, вы не найдете там ни намека на то, что в нашем веке чудеса должны прекратиться. Нет ничего, чтобы указывало на то, что Дух Святой. Это привилегия ранней церкви. К примеру, в первом послании Коринфянам, 12 главе, апостол Павел говорит о дарах Святого Духа. В 13 главе — о любви Божией. Как мы знаем, это глава о любви. И далее в 14 главе он снова говорит о дарах и вдохновляет людей говорить на языках. Он говорит «Я говорю на языках более вас всех». Далее он продолжает «Не запрещайте говорить на языках». Он призывает людей пророчествовать. Он говорит «Достигайте любви и всем сердцем ревнуйте о духовных дарах». То есть мы не должны относиться к этому поверхностно. Мы должны желать духовных даров и ревновать о них. Я хочу вдохновить тех из вас, кто желает поехать в миссионерскую поездку, чтобы вы отправились с нами в Бразилию. Еще есть время зарегистрироваться. Свяжитесь с нами и присоединяйтесь. В поездку уже записались люди из Финляндии, из Дубаи, из Южной Африки, из Англии, из Америки. Международная команда отправится в столицу Бразилии. И там мы будем проводить евангелизации, помогать бедным, проводить конференции в церквях. Мы будем молиться за больных, молиться за чудеса. Мы будем верить, что Бог повлияет на общество и на церковь в Бразилии. И мы знаем, что все, кто поедут с нами, получат огромное благословение. Поэтому не пропустите. Но сейчас я хотел бы помолиться о вас. Вы видели в нашей программе чудеса, которые творил Бог. Вы слышали местописания, которые я приводил. Вы видели истории людей. И я хочу молиться о вас, о тех, кто страдает сейчас. Также о тех, у кого не хватает веры. Что бы ни терзало ваш разум. И какие бы твердыни ни насаждал враг, атакуя ваш разум, это все должно сейчас быть разрушено силой Божией. Всякое угнетение и неверие. Иисус сказал, если верите, увидите славу Божию. Поэтому я хочу молиться сейчас о вас. Иисус, войдите в состояние, чтобы вы могли принять. И я хочу провозгласить над вами жизнь. Иисус, я благодарю тебя за всех моих друзей по всему миру, кто смотрит нас. И особенно я молюсь о тех, кто страдает от неверия или от угнетения врага на их разум. И также тех, кто испытывает гонения в этом мире, в университете, в школе, где все вокруг выступают против Бога. И этот дух угнетает вас. Я провозглашаю на вас жизнь во имя Иисуса. Я хочу пророчествовать и провозгласить новое высвобождение Царства Божьего на вашу жизнь. Я провозглашаю вашу жизнь надежду. Вы увидите чудеса, о которых говорит Библия. Вы увидите своими глазами силу Божию над вами. Господь, твоя армия поднимается по всей земле. Я благодарю тебя, что ты поднимаешь новых проповедников, поднимаешь новую армию верующих, которые движутся в сверхъестественной реальности Духа Святого. Я благодарю тебя, Божий, за всех тех, кто смотрит сейчас по всему миру эту программу. Спасибо за твое вдохновение, за освобождение, за твою силу. Я благодарю тебя за исцеление. Те, кто болен, пусть исцеляющая сила, исцеляющая помазание сойдет на них прямо сейчас во имя Иисуса. Я провозглашаю разрушение плена, разрушение болезни и немощи над вашей жизнью во имя Иисуса. Я пророчествую здоровье прямо сейчас, и я провозглашаю здравие в ваши тела во имя Иисуса. Спасибо, что ты движешься. Я благодарю тебя, что ты разрушаешь угнетение и депрессию. Спасибо, Господь, что ты укрепляешь церковь. Спасибо тебе за пасторов. Я хочу молиться о них. Если вы пастор, просто примите сейчас. Я хочу пророчествовать и провозгласить на вас, новое высвобождение Царства Небесного над вашей церковью, над вашим служением во имя Иисуса. Спасибо, Отец, что ты поднимаешь свою церковь в смелости, в силе, в дарах Святого Духа, и ничто. Никакое оружие ада, направленное против вашей церкви, не будет успешным. Врата ада не одолеют ее. Я благодарю тебя, Господь, что ты даешь силу и вдохновение пасторам во имя Иисуса. Спасибо, что смотрите нашу программу. Я приглашаю вас зайти на наш сайт, свяжитесь с нами, оставьте свою молитвенную нужду, и также убедитесь, что вы отправили пожертвования, чтобы наше служение продолжало осуществлять свой труд. Мы вас любим и ценим. Да благословит вас Бог. Увидимся в следующий раз. Выйдите из зоны комфорта. Увидите Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в миссии чудес в Бразилии 2017 с Хермесом Фальком-ладшим и Чарли Шемпом. С 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса, спасение, сострадание бедным, а также служение детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. DestinyEncounters.com Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Служение «Расцвет пробуждения» с Хермесом Фалька-младшим.